Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фаберлик без прикрас. Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали. Давайте по порядку. Закончился вот такой концентрированный гель для мытья посуды с углем. Артикул 399. Он вот такой вот черный, на самом деле черный. И в принципе он неплох. Он неплох. Он хорошо отмывает до скрипа и так далее. Раньше он не сушил руки. Сейчас я этого сильно не заметила. Но тем не менее, он сушит руки чуть больше, чем другие средства. Пенится средне. Есть средства Фаберлик, которые лучше пенятся. Но имеет место быть для разнообразия. Берем. Так, дальше. Закончился вот такой кондиционер-ультракондиционер для белья золотой органы. Артикул 118.54. Он вообще классный, крутой. Многие девчонки его полюбили, потому что бомбезный аромат такого дорогого парфюма. Очень классного. Он очень насыщенный. Если кто-то не любит на выходе на белье сильную отдушку, это не ваша история. А кто любит, обязательно присмотритесь. Попробуйте, потому что запах обалденный на всю квартиру. На белье остается очень-очень долго. Закончились вот такие салфетки Petty Pets. Из линейки для животных влажные чистящие салфетки без пятен и запахов. Артикул 308.04. Чем они мне понравились? Для животных я не применяла, нет необходимости. А вот когда Крестюшка какую-нибудь ест пюрешку, которая из пакетика сама ходит, ест, она может на ковер капнуть. А там от пюрешек, от этих таких пятна ядреные, и не каждый порошок отстирает. А вот эти салфетки справляются, то есть я сразу по-свежему вытерла и салфетками этими со светлого ковра все стерла. Яркую овощную или фруктовую пюрешку стирают вообще отлично, поэтому они у меня теперь всегда в доме должны быть. И обязательно в запасе. Салфетки обалденные, то есть для удаления пятен. Я не пробовала удаление пятен на одежде, но вот с ковра мне прям понравилось, и именно так я их использую. Либо пенный очиститель, но это достаточно долго, нужно напшикать. Ну не то, что долго, но дольше. А тут салфеточкой раз-раз и все отлично. Так, мыло для кухни устраняющее запахи, зеленый чай. Оно само по себе классное, но я сюда переливала стекло чуть-чуть. Я сюда переливала из бьюти-кафе с апельсинчиком, апельсиновой меренгой, по-моему, да, мыло. То есть долго служил у меня флакончик как дозатор. Само мыло тоже классное с зеленым чаем для кухни. У меня устраняет запахи нора от рыбы, от чеснока. Руки помыть, доску разделочную помыть вообще прекрасно, сковороду замечательно все, да. И решила обновить просто флакончики, потому что давно стоят, тоже все-таки скапливается на них какие-то бактерии, надо периодически обновлять. Не могут они вечно служить. Собственно говоря, так же, как и крем-мыло увлажняющее для крема у нас с вами с кокосиком. Оно само по себе обалденное, но тут тоже, видите, было это оранжевое мыло. Так, артикул мыла для кухни у нас с вами 302.12, а для крем 86.38. Для крема более бережно к ручкам, нежели кухонное мыло, оно их увлажняет. Оно само по себе кремовое, классное, суперское, действительно пахнет кокосиком. Беру периодически чередую в ванну на кухню, ставлю, чтобы всегда было бы, пользуемся жидким мылом. Так, закончился вот такой вот шампунь из линейки Пик Артикул 27.59. Это у меня шампунь против перхоти. А что хочу сказать? Ну вот, как бы муж допользовал, ничего, все нормально. Перхоть не вылезала от него, в отличие от линейки Ноус Ноу. А у него периодически она вылезает, и он в основном моет голову, волосы шампунем Head & Shoulders, да? Здесь как бы нареканий нет, все нормально. Это достаточно, я сама на себе пробовала. У меня перхоти нет, поэтому не могу дать отзыв, но как шампунь, очень неплохой. Очень неплохой, у них бомбезный запах, у этого запах такой достаточно ярко выраженный, мужского, вкусного, классного парфюма. Вот в Фаберлик в уходовых средствах парфюмерная душка лучше, чем в парфюмах, по мне. Кто согласен, ставьте плюс. Вот тут обалденный запах, вот такой парфюм в Фаберлик. Так, дальше, закончилась влажная туалетная бумага детская. Здесь 40 штук, она 0+, она смываемая. Вообще огонь 304-01, всегда есть в запасе, пользуемся, очень удобно, круто, супер. Я просто счастлива, что Фаберлик такие продукты наконец-то выпустил. Ждем с нетерпением памперсы. Так, следующий продукт, моющий универсальное средство из линейки Дом Фаберлик, артикул 307-00. Я его просто обожаю, обожаю в плане хромированных поверхностей. То есть раковину, немножечко так замочил, ушел, забыл, пришел, вытер, все, она блестит. Налет прекрасно от воды, изумительно растворяет, убирает. И плиту мне нравится мыть. Но для плиты, вот, помощнее средство для духовок и плита, оно как-то, если что-то пригорело, справляется лучше. А вот для хромированных поверхностей, именно для раковины, я беру вот это средство, мне безумно нравится. Прям вообще работает лучше всего, что я пробовала. Так, дальше, гель для профилактики устранения засоров, артикул 302-44, работает, нравится. Такой бутылки хватает на три раза. Здесь по милитражу, если судить. Для профилактики устранения, да, у меня нет каких-то сильных засоров, слава богу, но периодически все равно я процедуру проделываю, и я вижу, как работает. Я вижу, что растворяет засор, как бы все отлично, все супер замечательно. Всегда будем брать на него. Часто в последнее время бывает хорошая, привлекательная цена. Если брать по полной, с ней, конечно, выходит небюджетно. Спрей антиперспирант. Здесь у нас эффект до трех дней. Заявлен это именно спрей. У нас три таких, да, антиперспиранта, два шариковых и один спрей. 26,79 артикул, трех дней нет, но два дня, да. Два дня на ура. Все в этом плане нормально. А на третий день уже хочется добавить. Единственный минус у этого дезодоранта, что он создает вокруг тебя, когда ты им пользуешься, и вообще по всей квартире удушающее облако. Вот прям становится аж тяжело дышать. То есть он, вот эту вот отдушку, я не знаю, убрали бы что ли, сделали ее как-то минимизировали. Она очень такая вот, она приятная, запах приятный. И на теле потом, в принципе, через время вы его не ощущаете. Он приятный, но он достаточно ярко выражен, когда вы распыляете, и его много. И все, и прям становится тяжело дышать. Вот напшикался, и с этого места надо убегать, да. А в плане защиты мне очень нравится. Так, тканевая масочка у нас с вами, коэнзим Q10, понравилась. Вместе с вами ее тестировали, 0075. Удачная маска, одна из самых, наверное, пока удачных. Фаберлик тканевых масок, потому что предыдущие мне совсем не нравились. Кожа напитанная, кожа увлажненная, кожа упругая. Ничего, все нормальненько, можно брать. Так, бальзам для стоп, гладкие пяточки. Те, кто не пробовал, пробуйте 1661, потому что это вещь, на самом деле, уникальная. Кто из девочек попробовал, теперь на нем плотно сидит. Не только для стоп, но и для ручек на ночь, потому что в течение дня неудобно ощущается это средство на руках, потому что здесь 30% у нас с вами глицерина, и это ощущается. А вот на ночь, да, и пяточки, и ручки, и вообще шик, блеск, красота, никакой сухости, все, про это забыли навсегда. Так, дальше у нас с вами серия гиалуронка. Дневной ночной крем. Артикул дневного крема 28-17, ночного 28-22. Что хочу сказать, у многих девочек после этой серии были высыпания, то есть прыщики вылезают, поэтому я не сильно рекомендую на жару пользоваться, но у меня от этих кремов не было никаких абсолютно высыпаний. А вот от тоника есть, от мицеллярки не было, от концентрата не было, от кремов не было. А тоником я сейчас пользовалась, и у меня практически каждый день по одному вылезали, да, причем такие подкожники в жару. Поэтому тоник отложила пока на холодное время года. Серия очень-очень круто работающая, поэтому я и даже готова вот эти вот высыпания прощать. С учетом того, что от кремов у меня не было, я обязательно, если зимой Фаберлик нас не завалит новинками, я повторю. Потому что стоит бюджетно, а результат практически моментальный. Кожа разглаженная, кожа упругая, кожа увлажненная. Для сухой возрастной кожи вообще просто находка бомба. Обожаю эту серию. Но вот смотрите аккуратнее, кто склонен к таким высыпаниям, они действительно могут появиться. Или лучше подождите немножко сейчас вот осенью, да, и пробуйте, тестируйте. Отложить немножко надо. Так, тушь фест-класс коричневая, которую люблю и обожаю любовную любовью. 53,72 артикул. Сейчас взяла Miss Curl. Давно не брала коричневая у меня всегда. И Miss Curl коричневая обновится, освежить впечатление, потому что раньше плотничком сидела именно на ней. Нет, фест-класс гораздо круче, круче. Miss Curl это, если вы хотите, вот она у меня сейчас на ресничках в три слоя. Ну, нет такого эффекта, как от фест-класс. Если вы хотите естественные, разделенные реснички, да, такие чуть удлиненные, подкрученные, то вам Miss Curl. А если вы хотите вау-эффекта, но без паучьих лапок, у меня от нее нет никаких паучьих лапок. Если вы хотите вау-объемного удлиняющего эффекта, это фест-класс. Поэтому да. Так, закончилась у меня черника, бат, артикул. 157.26. Ничего не могу сказать, потому что проблем со зрением у меня нет. Взяла с целью немножко, как бы, глазки свои разгрузить, поддержать, да, усталость снять с глазок. Ну, усталости, кстати, нет. Пропила уже давно, уже баночка лежит, наверное, месяц практически. Пока усталости нет. А так одно время была, потому что все-таки ввиду работы своей, да, я очень много времени провожу в телефоне. А вот как раз и само жидкое мыло, да, у нас с вами, так, апельсиновая меренга, да, 2741. Артикул мне нравится, отдушка, отдушка у него очень классная. Апельсинчик такой с мандаринчиком, я бы сказала, вот так. Большой объем, 500 мл, хватает надолго, цена бюджетная. Мне руки не сушит, поэтому, да, конечно, да, разливаем по баночкам, с удовольствием пользуемся. Вот как раз мицеллярка гиалуронка, тоже без проблем вообще снимает макияж, любой, даже стойкий у меня. Все отлично, огромный флакон, просто 270 мл, 28-19 артикул. Эта стири еще бомбезная, просто отдушка, знаете, какой красивый флакончик, да, мне так нравится. Никаких высыпаний тоже она у меня не вызывала, в то же время кожу увлажняла, но мы любую мицеллярку с вами все равно с лица смываем потом, правильно? Правильно. Так, детская пена для ванны Техно Китс 3+. Пена для ванны, она пахнет у нас с вами яблочком, зеленым, сочным, 2357 артикул. Пена классная, периодически повторяем, берем, почему бы нет, никаких нареканий к ней тоже нет. Так, и последнее средство, это гель для умывания из линейки Грин Карма, артикул его 6673, очень понравился, он очень деликатный, мне кажется, средство подойдет для чувствительной кожи. Кстати, макияж тоже смывает нежный, полупрозрачный, одушка такая травянистая, баночки красивые, симпатичные, линейка, очень понравилась. Не скажу, что какой-то там есть вау-эффект, но вот гель для умывания повторить хочется. Крема нет, навряд ли, я их доиспользую, скорее всего повторять не буду. А умывалка прям вот зашла. Вот гель классный, не пересушивает, как бы нету кожи потом необходимости на нее срочно что-то нанести. Очень деликатный, в то же время очень хорошо очищает, поэтому прям рекомендую присмотреться. Нет, девчонки, еще винатоник, еще закончился винатоник, это у нас с вами эксперт фарма, линейка тоже, косметевтика. 1733 артикул, очень нравится, на постоянной основе пользуюсь, потому что сейчас практически каждый день нашагивают 20 тысяч шагов летом, ноги к вечеру вообще отваливаются. Нанесла винатоник, затрала ножки наверх, полежала 5 минут, все, кайф, отлично, супер, замечательно. Можно 2 раза в день, 3 раза в день по мере необходимости работать, усталость снимает, легкие холодочки есть, очень его люблю, прям рекомендую. Так, ну и на этом теперь точно все, мои хорошие. Ссылка для регистрации Фиберлик всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, обязательно с вами свежусь будем общаться. Всех любить, целую, всем пока-пока.